Приветствую, друзья! Меня зовут Станислав Орехов, я дизайнер интерьера, также я руководитель студии дизайна. У меня несколько бизнесов, в том числе школа дизайна, приложения, конференцию мы делаем. И все эти бизнесы работают по единой системе, которую я разработал, и которая позволяет мне заниматься только самыми интересными задачами. И то, если есть необходимость, все сотрудники у меня, которые наняты, они берутся на проект, работают по проекту, сами отчитываются о финансах, сами заинтересованы в том, чтобы компания и бизнес росли, я могу заниматься развитием своих компаний, у меня есть свободное время, я могу заниматься любимым делом, я создаю систему, создаю обучение, и в этом видео хочу рассказать о том, какие принципы у нас есть для того, чтобы построить системную компанию, как наладить систему, если у вас творческий бизнес. Я сейчас просто покажу инструменты, которые я использую, если вам будет тоже интересно, я думаю, что многое из того, что я буду показывать, вы сможете тоже внедрить. Нам поможет вот такая доска, я сейчас буду рассказывать, что такое вообще принцип системной работы, как это работает в творчестве, когда кажется, что невозможно это систематизировать и управлять творческим коллективом, на самом деле возможно, и сейчас я же скажу как. Итак, давайте начнем. У меня есть пять основных позиций по инструментам, которые нам помогут. Первая – это структура компании. Вторая – это расходы. В общем, нужно понять, как это между собой приход и расход добывать. Далее нам нужно понять, какие у нас люди HR-отдел, люди функции. Также нам нужно понять системы, которые нам позволяют управлять сотрудником. И пятое – это нам нужно нанимать сотрудников по системе. Если мы обладаем или внедрим вот эти вот пять основных элементов, то бизнес и система у нас будет автоматически построена. Но это еще не все. Нам нужно будет еще использовать 15 инструментов систематизации, которые позволят нам управлять этим процессом. В принципе, если мы все это дело поймем и внедрим, у нас будет работать. Давайте начнем. Я сейчас буду показывать, собственно, с чего начинается все и как оно работает. Итак, первая часть, часть номер один. Мы должны создать структуру. Для того, чтобы у нас было понимание работы, я рекомендую воспользоваться вот такой структурой, где мы напишем, что вот я – это собственник. Первая часть, мы с этого все начинаем. У нас собственник делится на три составляющие. Ну, вернее, это не собственник, это три составляющие компании. Здесь у нас отдел производства. Здесь у нас отдел продажи. И здесь у нас административный отдел. Можно разделить на большее количество разных отделов. Финансовый, бухгалтерский, отдел качества и другие разные разделы. Но я этого не делаю, потому что не хочу усложнять. Я хочу сделать максимально простую схему. И она, в принципе, работает. Я сейчас покажу на своем примере, что это работает. И вы тоже в этом убедитесь, что тут проблем нет. Итак, что такое производство? Первое, что нужно понять, мы можем систематизировать только повторяющиеся действия, которые у нас есть стандарт качества продукта. То есть, если к каждому клиенту вы работаете индивидуально, приходит клиент, и вы под него делаете продукт какой-то, понимаете его задачу и под него формируете команду и работу, то это не системный бизнес, это работа по обслуживанию клиентов. Такая тема не подойдет. Поэтому первое, что необходимо сделать, это перепозиционировать и переработать свою услугу под продукт. Что я подразумеваю под продуктом? Достаточно просто. Когда у вас есть конкретное описание того, что вы делаете, когда у вас идет процесс, не меняется ни в коем случае, и результат, он примерно плюс-минус один и тот же, то есть, клиент получает прогнозируемый результат, который вы можете показать, что мы делаем, к примеру, вот такой объем чертежей, если это дизайн, либо вот такой вот сайт мы получаем, либо вот такую книгу, если мы книгу пишем, делаем. То есть, можно, в принципе, в редакциях моделей. Если это SMM-агентство, то вот такие посты мы пишем. Вот пример у нас есть, как это выглядит. Если это так, то вы имеете возможность систематизировать и описать производство, и это первый критерий нам необходимый для работы. Если вы не можете или не умеете переводить услугу в продукт, то я рекомендую с этим проработать. Любую услугу, которую бы вы не оказывали, можно перевести в продукт. Поэтому давайте исходим из того, что мы уже перевели, и у нас есть несколько этапов. Этап 1, этап 2, этап 3, этап 4 и этап 5. Я расскажу сейчас на примере дизайн проекта. Допустим, первый проект у нас сбор технического задания. Второй этап – это планировка. Мы делаем. Третий этап – это геометрия. Мы рисуем, как будет выглядеть будущий интерьер. Четвертый этап – это визуализация. Показываем, как это будет выглядеть уже на практике. И пятый этап – это рабочий проект. На самом деле здесь этапность не так важна. В дизайне интерьера там еще есть подбор мебели, есть авторский надзор и дополнительные еще темы. Но сейчас нам нужен именно сам принцип. То есть наша задача разделить каждую из составляющих, которые у нас есть, продукта на некие этапы. Что нам нужно самое главное знать по каждому этапу? Очень просто. Нам по каждому этапу нужно, чтобы у нас была входящая информация и исходящая информация. Не информация даже, а результат работы. Мы должны это описать, как результат работы, что мы получаем от клиента. В данном случае анкету, допустим, составляем техническое задание. Результатом у нас является сформированная анкета. За это мы получаем сколько-то денег, и это требует у нас сколько-то времени на создание. Следующий этап у нас – мы берем вот это техническое задание. То есть из этапа первого на этап второй берем его же, производим какие-то действия, тратим деньги сотрудников и время, и у нас получается какой-то еще один результат. Вот эти результаты, то, что крестиками описано, они обязательно должны быть описаны в виде примера, инструкции и шаблона, чтобы было понятно, какой результат у нас дается. Эти данные должны быть у сотрудников, они должны понимать, что мы будем платить сотрудникам именно по этим критериям. Следующее у нас получается все то же самое. Мы берем этот результат работы согласованной, переходим в следующее. Эта тема работает вообще везде, в принципе, в дизайне интерьеров, в хлебобулочных изделиях, если мы печем какие-нибудь пирожки. Если у нас строительство, допустим, следующий у нас участник принимает работу от предыдущего. Стены поставили, следующий штукатурщик должен перед тем, как штукатурить стены, проверить их ровно они или неровно. Следующий перед покраской должен проверить качество штукатурки и так далее. То есть таким образом у нас есть этапы, у нас есть результаты работы, и у нас есть стандарты качества по этим работам. Это мы все готовим и делаем заранее. Теперь у нас есть следующее, когда мы это сделали. У нас появляется сценарий, у нас появляются этапы. За каждый этап клиент нам платит деньги. У нас понятное количество денег есть на каждом этапе. У нас определен стандарт качества. И у нас есть сотрудники, которые это делают. Так вот, важно следующим этапом здесь сделать сотрудников. Там сотрудник номер один, номер два, номер три, номер четыре, номер пять. Здесь нам нужно понять, кто что делает и разбить этих сотрудников на команды. Как правило, у нас есть ведущий специалист один плюс менеджер. Это вот такой как бы золотой состав. Это минимум здесь два человека. Почему два человека именно в людях? Потому что в основном мы по функциям работаем. Но здесь именно люди нужны, потому что мы хотим, чтобы мы не занимались. И чтобы у нас не было какого-то отдельного начальника производства. То есть вот здесь может быть начальник производства. Но он же будет узким горлышком. Ему придется все проекты проверять. И если он уволится, нам придется вставать здесь за управление и всем руководить. Если мы не хотим такого, то мы не делаем одного начальника производства. Вместо этого мы объясняем ведущему специалисту и менеджеру, какой стандарт качества должен быть. Ведущий специалист это понимает. Вот он эти все стандарты знает. А менеджер знает сроки по договору, которые мы договорились с клиентами. И вот этот у нас образуется такая рабочая группа, которая должна сделать этот проект в определенный срок, с определенным качеством, которое мы задали. И с определенным бюджетом. То есть как правило мы берем 50% от бюджета. То есть 50% мы им выделяем. К примеру, если клиент нам здесь платит на входе 100 рублей, то ребятам мы отдаем 50 рублей. И они должны за 50 сделать. Ну так же можно не в рублях. Допустим, нам клиент платит 1 миллион рублей. Значит, ребята, мы отдаем 500 тысяч рублей. И они должны вот вписаться. Впишутся или нет, нужно смотреть. То есть мы понимаем, за сколько мы должны продавать, откуда. Исходя из того, что мы посчитали время, деньги. То есть сколько люди получают зарплату, сколько они получают, чтобы быть довольными, естественно, результатом своего труда по деньгам. И сколько времени тратить. К примеру, мы поняли, что на первую часть у нас занимает 1 неделя. Чтобы первую часть сделать ТЗ и посмотреть. Заняты, допустим, 2 человека. И заняты они полных, например, 3 дня. Итого у нас получается 2 человека по 3 дня. В среднем, если человек получает, давайте возьмем, 3000 рублей. На 2, 6 получается. И на 3 дня получается 18 тысяч рублей. 18 тысяч рублей мы делаем техническое задание. Соответственно, с клиентом мы должны взять минимум 36 тысяч рублей. Вот здесь, вот на этой части. И так мы можем каждую посчитать. На самом деле тут в каждом бизнесе это по-своему делается. Кто-то делает эту часть бесплатно, кто-то платно. Смысл в том, что мы должны все считать. Тогда мы сможем, как говорить. То есть если вот люди работают за такие деньги, и они довольны именно этими деньгами. То есть они сами приходят на работу и говорят, мы хотим получать там в день, например, 3000. Вы же окей, но тогда я предлагаю, что ты будешь выполнять вот эту работу за 3 дня. Ты можешь такое сделать? Он говорит, да, я могу. Вы проводите тестирование. Действительно он может. Даже у него запас может быть остается. Вот. И вы назначаете сумму вот такую клиенту. И дальше ваша задача уже продать за такую сумму. Но это уже дело. Отдел продаж это уже отдельная история. Таким образом чаще всего получается, вот если мы возьмем тему с дизайном интерьера, то у нас проект стоит 4000 рублей за метр квадратный по площади. Соответственно квартира 100 метров квадратных будет стоить 400 тысяч рублей. Делается это примерно 2 месяца. И сотрудники из них получают 200-250 тысяч рублей. С бонусом бывает. И компания получает от этого дохода 150-200 тысяч рублей. Из этой темы можно там еще налоги заплатить, аренду если нужно. То есть итого примерно 30% будет ретабелис, например, если мы ставим с таким проектом. Но это самый минимальный проект, который мы имеем возможность взять. Обычно квартиру не 100 метров берем, обычно мы берем дома на 300-500 метров. И сумма там примерно 2 миллиона рублей. Соответственно вот эти вот расходы, они минимизируются и доходы получаются больше. И сотрудникам тоже получается меньше. Можно оплачивать, потому что можно уже на такие деньги и такой прогноз. И мы делаем несколько таких проектов одновременно. Взять уже сотрудников на зарплату и сэкономить здесь. То есть это вот такой грубый расчет. Это финансовая модель, это второй инструмент для того, чтобы работала систематизация. Все это дело, когда мы внедряем, у нас получается такая схема. И в этой схеме что мы должны делать? То есть мы должны только заниматься продвижением своей работы. Как мы это делаем? Мы можем делать это за счет личного бренда, то есть качая себя здесь. Мы можем это делать за счет рекламы. Мы можем делать это за счет экспертности. Выступать где-нибудь. Мы можем сделать это за счет известности. Отличный бренд в принципе. Мы можем там создавать сообщество. Разные способы привлечения клиентов. То есть наша задача как можно лучших клиентов получать вот здесь. Если мы их получаем, то мы отдаем в отдел производства. И дальше, если у нас так получилось, то в отделе производства у нас автоматически все идет. Теперь вот отдел продаж кажется, да, что где нам взять клиентов и как нам наладить продажи. Но сразу скажу, что вот эта схема, которую я рассказываю, она лучше всего подходит для людей, у которых уже идут хорошие заказы, которым не надо как бы это сейчас получать. Но возникает такая ситуация, как только мы налаживаем вот эту схему, у нас возникает такой немножко дисбаланс. У нас система, мы наняли людей, и она переваривать может большое количество заказов. Что же делать? Можно поступить следующим образом. Либо прокачивать свой личный бренд и давать рекламу. Это первый вариант. Второй вариант построить точно такой же отдел продаж. То есть мы можем отдел продаж построить ровно по такому же алгоритму, как мы сделали только что в производстве. По алгоритму систематизации. В принципе мы так и делаем. И так как у нас несколько тем для привлечения дисклиентов, мы можем отдельно сделать отдел производства и рекламы. Отдельно по личному бренду, отдельно по рекламе, контент какой-то отдел. И там отдел как управлять сообществом каким-нибудь, если вот мы создали его и там люди варятся. То есть мы можем систематизировать так каждую тему. Но и здесь еще не все. Если у нас производство какая-то одна услуга, допустим, это может быть только плата за вход. К примеру, в дизайне интерьеров мы делаем сначала дизайн проект для того, чтобы у нас клиент пришел. После дизайн проекта это же не все. У нас есть комплектация, у нас есть стройка, у нас есть управление строительством и так далее. То есть достаточно много мы можем получить. Мы можем мебель делать сами на производстве, можем партнерских подключать. В общем тут много разных услуг. И таким образом, зайдя с клиентом с одного услуги, мы даже получили с него деньги. Мы дальше создаем такие же, вот как здесь, такие же производства с такими же ячейками. И по сути это там вторые, третьи, четвертые, пятые компании. Мы можем сами развивать эти компании, либо отдавать партнерам за процент, там 10-15 процентов. Мы можем брать за привлечение клиентов и тоже участвовать в отделении прибыли. Таким образом, вот даже клиент, который пришел вот здесь за 400 тысяч, и мы на нем заработали 100-150-200, в принципе это не так много там для компании на проекте. Но это только плата за вход, потому что дальше, если он сделал себе такой проект 100 метров, 100-метровая квартира, минимум будет стоить, там, ну, бизнес-класса, минимум будет стоить 10 миллионов на изготовление. Проекта, соответственно, от 10 миллионов примерно 10 процентов, это плюс еще 1 миллион. Плюс 1 миллион, который раскладывается там, допустим, на стройку, на материалы, на сопровождение. То есть, к примеру, получив, получается, только за квартиру 150-200, еще дополнительно в следующие полгода на реализацию мы заработаем миллион. И так как, если у нас будут сделаны именно вот таким же способом другие компании бизнеса, то, в принципе, это я 10 процентов посчитал от 10 миллионов, 10 процентов только на агентских. А если мы сделаем точно такие же бизнесы, то у нас, и будем им управлять не только своими, но и с другими компаниями, то у нас получается не 10, а 10-30 процентов получается. Да, у нас усложняет структуру управления, но потенциал, возможно, что мы заработаем с этой квартиры 2-3 миллиона рублей. И это вот на одного привлеченного клиента, по сути. Вот такая схема получается. Сложно это или легко? В принципе, это реально абсолютно. Для того, чтобы построить, и это называется систематизация, когда мы прописываем по аналогии каждый новый бизнес. В принципе, тут ничего сложного нет. Вопрос, что нужно этим заниматься, и тогда эта схема будет работать. В административный отдел мы вкладываем отдельно там офис, если есть. Если нет, можно удаленно. Значит, у нас будет CRM какая-то система. Система управления. Отдельно будет юрист, кто-то будет заниматься, и бухгалтер. Можно это списать на постоянные расходы, но я так делать не рекомендую. Я рекомендую списывать это не на постоянные расходы, а списывать на каждый проект. То есть вот у нас ведется, допустим, 3 или 4 проекта. В зависимости от того, какой бюджет этого проекта, мы добавляем именно в процентном соотношении все дополнительные расходы сюда. И тогда мы списываем с бюджета, который у нас здесь заложен, именно с этого проекта, дополнительные расходы. Таким образом, у нас здесь вот собственник может получать, ну в итоге он получает примерно 30%, из них там 10% он забирает себе, как собственник, да, если он работает еще внутри, то еще зарплату получает. Плюс 10%, например, уходит на административную часть и 10% там, например, на бонусы, либо фонд дополнительных стимуляций, ну в следующих, в общем, в капитал уходит компании на непредвиденные расходы. Вот примерно такая схема. Для того, чтобы ее реализовать, нужно несколько инструментов. Давайте я сейчас проговорю, какие они и как они работают, из чего вообще будет состоять. Всего есть 15 инструментов, которые мы используем. Значит, инструмент номер один, это инструмент номер один, это структура компания, структура. Вот то, что я сейчас рассказал, это как раз-таки понимание структуры, как она работает. Она нужна для того, чтобы вы понимали, где сколько вы получаете, где сколько вы тратите, и видели там все как на ладони, чтобы было. Также здесь вы прописываете людей, ну конкретно, да, кто у вас выполняет. Ну не обязательно людей, мы к людям здесь не привязываемся, потому что в нашей схеме у нас, мы не обязаны никого нанимать на зарплату вообще. То есть мы всех, даже те, кто работает на зарплату, воспринимаем как люди внешние, да, и они в любом случае, мы считаем их время и деньги для того, чтобы они участвовали в общей статистике, и мы понимали, стоит ли этому подрядчику отдавать следующий проект или не стоит. То есть насколько один подрядчик эффективнее другого. Это вот важная такая тоже часть. Поэтому первое, это структуру мы создали, сделали. Второе, мы делаем финансовую модель, финмодель. Финмодель как раз-таки говорит о том, что мы сами решили, что здесь мы отдаем, допустим, 50%, давайте, да, 50 сюда, 50 на производство. На 10%, например, у нас идет на продажи, 10% идет собственнику, и 10% идет на непредвиденные расходы и на административные. Таким образом, у нас получается 30 здесь, 50 здесь и 20, например, вот по моей финансовой модели мы отдаем на бонусы. Ребятам, когда, если мы доходим до рентабельности 50%, то 20 я еще готов в бонусы. Почему? Потому что 30% мне достаточно на данном этапе, потому что я помню, что дальше моя задача не здесь навариться на первой части, а продать на следующие услуги, и я здесь потенциально могу до миллиона заработать. Поэтому у меня финансовая модель такая, у вас она может быть другая, мы ее прописываем, это все считается заранее, и это тоже инструмент, получается, управления. Если мы ее просчитаем, мы эту финансовую модель, кстати, не скрываем от сотрудников, мы спокойненько им это показываем, и они видят, где они влияют конкретно на результат, и тогда им становится интересно двигаться к этому результату. Третье – это люди и функции. Люди и функции. Эту схему мы можем показывать нашим ключевым сотрудникам, как мы обсудили, ведущему специалисту и менеджеру, вот эту схему. А можем не показывать обычным рядовым сотрудникам, которые выполняют вот эти задачи. Но ведущие специалисты и менеджеры должны, естественно, знать эту схему, потому что их задача – выйти в рентабельность 50%. Почему? Потому что если они ее добиваются, они получают бонусом 20%. Поэтому уже не вы их перебите и говорите, что ну что там у нас с проектом, а они сами заинтересованы, могут даже вечером или ночью посидеть, потому что, по сути, вы им отдали заказ по тем ценам, которые им выгодны с точки зрения зарплат, которые они получают, это вы можете обсудить. А ваша задача только продать подороже, ну или не обязательно подороже, ваша задача либо поток сделать больше, либо систему, которая позволяет им сделать это быстрее. То есть иногда бывает внутренняя система, шаблоны, результаты, стандарт качества, то есть позволяет им тоже оптимизироваться и выйти в этот критерий. Но самое главное, что ответственность за 50% мы перекладываем на ведущего специалиста плюс менеджера. Заранее, если нужно, мы их обучаем, естественно, и тогда им как бы проще уже работать. Вот такая схема работает, если 50% здесь. Поэтому следующая штука – это люди и функции. Мы должны объяснить людям, что мы делаем, какие у них функции есть, какие у них права есть, какие у них обязанности, что они должны делать, где им взять какие-то дополнительные полезные вещи в компании. Может быть, база знаний, база данных, может быть, есть, может быть, база надежно проверенных поставщиков. То есть мы их снабжаем вот в этой вещи, вот здесь у нас есть офис, у нас есть ТРМ. В общем, многие вещи им идут в подмогу. Могут ли они сами это делать, найти компанию, организовать свою собственную и найти себе клиентов? Да, могут, но они не впишутся в эту 50% рентабельность и плюс они будут нести риск. Ну, как бы никто не хочет нести риск, ну, как бы все-таки риск идет на вас. Плюс у вас инфраструктура готова, которая обеспечивает юридическое сопровождение, офис, там, ТРМ. В общем, многие вещи, которые им не хватает для создания студии, ну, как бы они могут пользоваться вашими вещами. Также у вас надежные подрядчики есть, вот у них и всего этого нет. Вопрос, могут ли они организоваться сами? Да, могут, но тогда у них должны быть психологии руководителя и, скорее всего, возможно, даже некоторые там через какое-то время сами и будут. Но есть люди, которые хотят делать проекты, они хотят организовывать бизнес. Именно таких мы берем на входе. Для этого у нас есть HR-менеджер, который тестирует на входе и понимает, кого мы берем, кого нет. Как правило, хорошие специалисты, которые действительно умеют работать, действительно хорошо, качественно делают свое дело, они не всегда хотят бизнес. Это мы должны по людям и функциям это понимать. Четвертый инструмент – это сценарий проекта, который говорит о том, как мы добиваемся какого результата. Мы буквально, как в фильме, прописываем конкретно, как идет от первой части до последней. То, что мы сдаем клиенту. Как это выглядит, как сценарий фильма. У меня это на 10 страницах примерно такая методичка, в которой прописаны люди и функции, то есть роли и должности, кто чем занимается, что делает. Для того, чтобы проект был проведен в точности, как нужно, с точки зрения. Все файлы были расположены в своем папочке, в своем местах. Клиент получил нужные правильные комментарии вовремя тоже. То есть все по сценарию прописано. Этот сценарий позволяет как раз таки сотрудникам не буксовать на каких-то мелочах, а если кто-то где-то буксует, то менеджер это видит моментально. И руководители тоже видят очень быстро. Пятое – это команда образования. Значит, технологии распределения сотрудников. Мы берем людей и функции, которые мы поняли. У нас есть сценарий. И пятый инструмент – это мы команда образования. Мы видим, у нас есть ведущий арт-директор, так называемый, который отвечает за качество всего продукта. Мы его берем одного как раз на много проектов. Он может быть удаленно работать, не обязательно даже в штате. И его задача – понять, кто из людей готов и правильнее будет работать по сценарию. Именно под этот проект. По сути, он определяет команду, собирает команду на проект и потом принимает у них качество. Тоже важная часть, почему это отдельная тема. Потому что в компании вот такого типа может быть отдельный инвестор. И если инвестор сам не разбирается в проектах, ну, допустим, которые здесь производят. К примеру, я хорошо разбираюсь в дизайне, но, допустим, в создании мебели я ничего не понимаю. Но я хочу при этом оказывать эту услугу. В этом случае тогда я беру арт-директора. Можно сказать, что это человек, который разбирается в теме. То есть начальник производственного цеха. Тогда он у меня эталон качества тоже проверяет. И таким образом я могу сам, не понимая ничего в этой теме, доверить ему. И если он примет, я уже поставлю здесь плюсик и расплачусь с ребятами, которые выполнили эту тему и спокойно сдам клиенту. То есть я могу нанимать внешних приемщиков в компанию и команду. То же самое, если мы занимаемся стройкой, есть такое понятие, как технадзор, технадзор, который проверяется строителями. Когда он принимает уже работу от строителей, то мы уже выплачиваем. Вот это здесь сделано. То есть это надо обязательно наладить для того, чтобы самому не принимать, а принимал, чтобы человек внешне нанятый. Шестой инструмент – это психология идеального сотрудника. Психология сотрудника. Мы должны здесь понимать по ролям и должностям, по ролям и функциям, какой психотип нам нужен для каждого сотрудника, для того, чтобы он правильно выполнял свою работу и у него не было внутренних конфликтов. То есть те, кто хочет стабильности и готов работать на результат, но не хочет общаться с клиентом, это будут производственники. Наоборот, те, которые хотят общаться больше с клиентом и хотят процентное соотношение, они будут там комплектаторами, либо людьми, которые уже работают над тем, чтобы больше денег добывать. Здесь мы должны понимать психологию и тоже инструмент очень важный руководителю для того, чтобы составить команду. Его тоже нужно знать, мы его постоянно используем. Они у нас описаны. Восьмое. Три типа менеджера. Типа менеджера. Этот инструмент управленца очень тоже нужный. Первый тип менеджера – это менеджер задачи, по сути, это помощник руководителя. Второй тип менеджера – это менеджер проекта. Менеджер проекта отвечает за то, чтобы вот этот вот как раз проект, он уже понимает, он в курсе всего проекта, как ведется в курсе бюджета, он работает только и подчиняется только ведущему специалисту вот этот. Следующий менеджер – это менеджер проекта, который работает с именно проектом, а менеджер задачи, он может быть помощником. То есть у ведущего специалиста может быть менеджер задачи отдельно и менеджер проекта, также и у руководителя тоже может быть менеджер задачи. И третий тип менеджера – это менеджер управления, который полностью может возглавить какую-то из областей производства. Допустим, вот эту область целиком он занимается ей, либо вот эту, он может запустить новую, либо вот эту. То есть человек, который полностью берет на себя ответственность и запускает этот новый продукт. По сути, это продуктолог, который по вашему сценарию, по вашей этой же системе может создать новую систему. То есть вы создаете, скажем так, по вашей готовой системе, чужими руками такую технологию. То есть не надо брать здесь очень дорогих людей. Вот здесь в чем фишка, вы берете просто сообразительного человека, вы не говорите, что он будет менеджером по запуску нового направления в бизнесе. Просто берете соображающего, даете ему систему, говорите, делай по системе. И через некоторое время, через 2-3 месяца у вас получается полный алгоритм работы. То есть то, что вы сделали, он повторяется в другой бизнес. Очень выгодно получается. Таким образом, вы супер сильно экономите. Если вы понимаете разделение и какие критерии должны быть менеджер проекта, менеджер задачи и менеджер управления. Восьмой инструмент – это статистика и подсчет времени, time money. Наша задача считать по каждому из людей, сколько кто потратил на что время. Это очень важно. У нас есть специальная система подсчета времени. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы видеть, кто по факту сколько истратил. Мы выплачиваем, сколько договорились в любом случае, но у нас появляется отличный инструмент для управления, когда мы можем сравнивать между собой сотрудников и смотреть вообще, как мы узнаем, что у нас 50% здесь или не 50%. Мы складываем, сколько времени потратил человек и сколько денег мы ему платим в час или в день. Таким образом, у нас складывается полная картина. Кто-то это должен отмечать, просто если это не отмечать, то это отмечено не будет и мы не сможем посмотреть статистику. Если мы хотим посмотреть статистику, вот есть такая система time money, отдельно можно посмотреть в другом видео, как она работает. Это ключевой здесь инструмент для работы, чтобы понимать в каждую единицу времени, что происходит с проектом. Следующее, девятое, это три типа сотрудника. Три сотрудника. Это у нас арт-директор. Он показывает качество, он отвечает за качество. Перед тем, как показать клиенту, издать клиенту, проверка идет. Это руководитель, это менеджер, ведущий специалист. Это люди, которые отвечают за то, что было сделано. То есть, давайте сделано, чтобы было. И есть просто сотрудник. Это человек или функция, которая делает непосредственно саму работу. Давайте мы возьмем сейчас не сделанная работа, готова работа. Если мы берем, допустим, нам нужно написать книгу. Вот книгу берем, в энциклопедии у нас есть замечательная дизайн и комплектация. Значит, человек, который делает работу, это автор плюс редактор. Конкретно, человек, который менеджер плюс ведущий специалист, это человек, который договаривается с типографией, с автором, чтобы вовремя было тайминг ставят. В общем, договоры все прописывают, следит за тем, чтобы проект велся и был реализован в срок. А ведущий специалист организует иллюстраторов дополнительно, чтобы картинки нарисовать, корректоры и всех остальных. То есть, автор может быть одновременно заказчиком, он все это заказывает. И вот эти два специалиста по готовому таймлайну, по готовому шаблону действуют. Дальше, арт-директор есть, который проверяет итоговый весь проект, то есть, насколько он по качеству подходит. То есть, вот у меня, допустим, есть стандарт качества, если я буду писать еще одну книгу, то я одну написал. Если я буду еще одну писать, то у меня будет уже образец, по которому арт-директор сможет это сделать. Значит, три типа сотрудника. И у них разные просто должностные получаются обязанности, разные по психотипу они люди и разные функции выполняют. Арт-директор может быть внешний, его задача именно определить качественно или некачественно и определить стандарт качества, если нужно в первоначальном этапе. Ведущий специалист, он ничего не делает, но он менеджерит и управляет процессом, отвечает за результат. И просто сотрудник, который работает, его самая главная задача, их может быть несколько, корректор, отдельно дизайнер, гостальщик. То есть, это люди, которые выполняют узкопрофильные функции. Соответственно, вот эти только сдают задачи менеджеру, вот эти ребята отвечают за то, чтобы сроки было и сдача клиенту, и арт-директор за качество. Таким образом, зная, что есть три составляющие как инструмент, мы сможем распределить, в том числе и финансовые, здесь плюсы для каждого сотрудника, чтобы между ними там правильно была справедливая оплата. К примеру, 300 рублей в час, 500 рублей в час и 1000 рублей в час. Если мы поставим такие часовые примерно ставки, то у нас есть вот здесь, у нас прописано, сколько мы тратим времени. И когда мы считаем по системе таймани, то что мы с вами говорили, один из инструментов подсчета времени, у нас в реальном времени мы видим, сколько мы уже потратили на проект, и финальный подсчет не должен быть у нас более 50%, чтобы мы и тратили. Тогда у нас все сходится. Следующий инструмент, десятый, это шаблоны и инструкции. Что это такое? Когда мы спроектировали, что у нас результат работы должен быть какой-то, возьму книгу, как наиболее понятный такой инструмент. То есть, вот у нас книга, мы в итоге получаем, допустим, в финале работы книгу. Теперь, чтобы разбить ее на части, у нас должно быть ТЗ, то есть, как оно должно выглядеть. Мы должны забрифовать автора, что он хочет, сколько она будет, насколько толстая, будет она электронная, либо будет она печатная. В общем, все у книги. Дальше нам нужно, допустим, вместо планировки мы делаем содержание, после содержания мы делаем первую главу, ну и так далее. То есть, мы можем раскидать, как создается книга, по этапам. И результат каждого этапа мы сможем посмотреть, пощупать. И мы понимаем, когда он принят, и сколько времени на него нужно истратить. И здесь у нас получается, что для того, чтобы, если я буду писать еще раз книгу, то я буду показывать вот в финале, финальную. На уровне содержания я буду показывать именно содержание, как делается, как оно должно выглядеть. На уровне главы я буду показывать глава, как должна выглядеть. То есть, у меня здесь будут примеры. И что еще здесь, кроме примеров, у нас есть шаблон и инструкция. Почему это важно? Потому что, если у нас есть шаблон и инструкция, то есть, по сути, мы помогаем новым сотрудникам, если они наняты, ну, либо предыдущим, быстрее достигнуть того результата, который мы хотим. Потому что результат именно по качеству, он определен у нас заранее. И мы говорим, нам нужно сделать именно вот так, то есть, писать именно вот так, или делать дизайн интерьера именно вот такого качества. Не нужно лучше, не нужно хуже, вот примерно такое. То есть, у нас получаются стандарты, которые человек может использовать для того, чтобы ускорить свою работу. Также здесь у нас есть инструкции, которые позволяют и вспомогательные разные шаблоны, например, 3D-модели, либо готовые блоки. То есть, если мы пишем книгу, например, вот эта у меня книга по комплектации, но если взять из нее некоторые блоки и переделать под клиентов, либо под поставщиков, либо под дизайнеров, у нас получится достаточно просто другая книга. В данном случае я могу дать рукопись этой книге ребятам и попросить ее разделить на 3 части. Таким образом, они быстрее гораздо сделают результат 3 книги из этой одной, потому что уже будет дан какой-то шаблон и инструкция. И в любом бизнесе мы имеем возможность нанять людей и дать им какие-то заготовки, которые у нас были ранее, для того, чтобы супер ускорить их работу. Для чего это нужно? Потому что они 50% получают от результата, и нам выгоднее, и им выгоднее сделать быстрее и получить больше денег. Тогда они будут больше заинтересованы с нами работать. Это становится выгодно в том числе и людям. Далее у нас система ведения проекта, один инструмент ведения проекта. Многие это не делают, но вернее, бизнесмены, предприниматели уже опытные по-любому это делают, но я часто сталкиваюсь, кто только начинает систематизировать свою работу, сами люди, авторы своей работы, ремесленники получаются, как только у них там 1-2 помощника еще можно справляться, но как только хочется масштабироваться, справляться уже становится тяжело достаточно. И очень важно завести систему ведения проекта и начать работать там, а не в чатах, либо не по почте. Обязательно надо внедрять, чтобы это все работало. Двенадцатый инструмент – это система найма сотрудников. Найма. К сожалению, вот в такой вот системе мы не можем просто с улицы взять дизайнера, рестальщика, человека, который будет нам ведущим специалистом. Нам нужно взять человека подготовленного и ответственного, потому что мы берем менеджера плюс ведущего дизайнера, в основном ведущий специалист, менеджера плюс ведущего специалиста. Мы должны им объяснить, как мы работаем обязательно. Они должны пройти небольшое обучение у нас и порядок работы. Потому что кроме того, как сделать, им нужно отчитаться дополнительно о работе и правильное поведение проектов ее вести. Для того, чтобы у вас была точка контроля, и если что-то идет не так, вы очень быстро могли заменить сотрудника. Поэтому единственный минус, наверное, вот этой системы, что помимо того, что ее надо создать и сделать, что вам нужно будет взять ответственных людей, готовых вести проекты, и научить их ведению этой системы, и научить их результату работы, и провести вместе с ними один или два проекта, тогда эти люди будут самостоятельно. Но если они будут самостоятельно работать, вам их никогда не нужно будет уже никак мотивировать, они сами будут мотивированы, ваша задача будет сосредоточиться только на получении новых хороших заказов. Вот это как бы минус, но еще плюс в чем, в том, что не нужно очень много ведущих специалистов плюс менеджеров, вы можете их потом постепенно добавлять, но начать можно просто с одного и одна такая группа может вести там три проекта в принципе, что будет достаточно. Потом, пока они ведут, берете второго и потом они могут друг друга обучать. Самое главное здесь начать, чтобы взять двух ведущих специалистов, допустим, и одного менеджера, либо двух менеджеров, одного ведущего специалиста, чтобы они обучались и потом они самостоятельно научатся и когда это они научатся, они могут сами в том числе обучать новых. Это прикольно получается, один раз по сути надо это будет сделать, тоже инструмент работы. Тринадцатое это автоматическое обучение, автоматическое обучение. Ну вот, собственно, я об этом сейчас только что сказал, что вот эти ребята могут сами себя обучать, а для новобранцев, которые именно делают работу, там для них может быть обучение не самой работе, а именно отчетной части. Они проходят примерно за один день, то есть они быстренько читают инструкции, которые необходимы по ведению проектов, они отчитываются о времени, time, и им назначается ставка, на которой они работают. И чем быстрее человек работает, тем ставка у него выше. Может быть 200 рублей новичка и супер профессионал может быть 1000 рублей в час. Таким образом, за 200 рублей это примерно 40 тысяч рублей в месяц, если мы берем, а 1000 рублей это 150 тысяч рублей в месяц. То есть мы можем брать абсолютно разный уровень специалистов. И мы не обязаны брать их на зарплату, мы можем их взять в резерв, мы можем несколько заранее найти их, протестировать и работать только с какими-то, на которых у нас сейчас есть заказы. А другие будут в запасных сидеть, и когда у нас будет много заказов, мы можем быстро масштабироваться, при этом у нас они не в штате. Это тоже хорошо. Четырнадцатая это модель согласования. Очень важная часть, инструмент, многие его теряют, модель согласования с клиентом. Потому что каждую эту часть мы должны договариваться с клиентом, что у нас есть некий стандарт, который мы ему показываем, мы об этом говорим с ним заранее. Именно вот результат работы каждой части. И должны договориться с клиентом, что ему этот стандарт понятен, и он ему нужен. И определен стандарт качества по нему. И мы не можем идти на следующий этап, пока клиент его здесь не принял. То есть у нас здесь проверяет его и арт-директор, и клиент. И чтобы клиент принял, потому что очень часто бывает так, что клиент там хотят что-то поменять, подвигать. Либо он дает комментарий, а потом пока вы правите, он дает еще комментарий. То есть не всегда общение с клиентом проходит гладко. Здесь очень важно ни в коем случае не спугнуть клиента своей настойчивостью и объяснением, что вы там не можете что-то поменять, у вас деньги окончились. Чтобы деньги не кончились, очень важно, есть четырехшаговая система согласования, которую очень важно внедрить. Менеджер плюс ведущий специалист. Они должны делать так, чтобы не идти к правкам, пока клиент не согласовал наличие правок. И те правки, которые он дал, нужно отсеять новые. То есть вы один раз вносите все правки, которые клиент дал. Если вдруг новые возникают, то вы заранее договариваетесь, что это либо за отдельные деньги, либо это не входит в проект. То есть нельзя ни в коем случае много раз давать правки, иначе вы уйдете в минус. И как это сделать так, чтобы не обидеть клиента? На это отвечает вопрос, вернее модель согласования, на этот вопрос полностью дает грамотный ответ. Это очень важная часть, чтобы не делать по варианту. Когда мы внедрили модель согласования, у нас мы стали согласовывать ее с первого раза, потому что невозможно по-другому. Очень просто, очень быстро получается. И пятнадцатое, совещание, чтобы удаленно это все работало, да, напомним, что система работает не обязательно в офисе удаленно, мы можем с нашими сотрудниками, ведущими специалистами, плюс менеджерами, ведущими проектами связываться. И по сути мы как руководитель обучаем их, если нужно, отвечаем на вопросы, если нужно, даем поддержку, так как мы более опытные в этом формате. И рассказываем, что можно, что нужно делать дальше. На совещании делаем новые цели, ставим, делимся успехами, результатами. То есть еженедельно желательно в живом общении всеми руководителям встречаться и таким образом двигаться вперед. При этом, что у нас делает руководитель в этом случае? Руководитель, если он уже делегировал, я предлагаю делегировать первым делом отдел производства. Руководитель все свое время и внимание тратит на оптимизацию процесса, вот сюда. И над тем, чтобы привлекать лучших клиентов по лучшей цене, по более высокой цене. То есть он занимается презентацией, развитием личного бренда, поиском клиентов. Здесь, если продажами он занимается, он может запартнериться с кем-то, кто занимается тоже продажами. То есть он развивает компанию. Пока эти ребята работают на производстве, все остальное занимается руководитель. Ну, это его задача. И запускает в том числе вот эти вот новые проекты чужими руками. Таким образом, в одной экосистеме образуется несколько разных компаний. Ну, вот достаточно кратко и емко я постарался рассказать о основной теме систематизации. Эта тема работает. Работает у нас в дизайн-проектах, в написании книги, в создании конференции. Таким же способом я работаю под созданием школы, новых курсов, которые у нас есть. И работает в разных темах. Если эта тема вам интересна, то приходите, читайте подробности под этим видео. С вами был Станислав Орехов. Если что-то непонятно, задавайте вопросы, постараюсь ответить. Видео старался делать не сильно долгим, чтобы его можно было посмотреть и составить первое впечатление о нашей системе, наших инструментах и нашем принципе работы. Продолжение следует...